Я продолжаю рассказ о выходящих на российских рынок китайских магистральных сидельных тягачах. В свое время я сделал ролик про первую пташку, магистральник Фатун Ауман ЕСТ. Затем, совсем недавно, в середине февраля, в деталях рассказал о другом китайском магистральном тягаче, новейшем Danfeng GX. Теперь же мне довелось вести знакомство с еще одним крутым китайцем – шахманом с кабиной X6000, которым мне удалось заполучить свои руки на расположенной в Подольске стоянке дилерской компании «Автотранс». Кому нужна более детальная информация, ссылку на ее сайт даю в описании этого ролика. Эти шахманы, согласимся, внешне выглядят очень стильно. К тому же, на стоянке «Автотранса» они оказались в весьма необычных, можно даже сказать, броских цветах. Но для нас, понятно, в первую очередь важен не цвет, а техническое оснащение, потому что этот шахман – самая мощная версия в линейке таких тягачей. А посему поднимем кабину и посмотрим, какой движок установлен в моторном отсеке. Установлен там давно и неплохо известный российским перевозчиком рядный 6-цилиндровый «Вийчай» рабочим объемом 12,5 литров на максимуме развивающей 480 сил. А с тем «Вийчаем» агрегатирована автоматизированная коробка передач, да не какая-нибудь, а самая современная и продвинутая ZF Traxon, которая, кстати, стояла, а может быть и сейчас стоит на нашем КАМАЗ-54901. Знаете, что меня поразило в этом тягаче? Высота салона. Когда я стоял в полный рост, при моих почти 1,80 м над головой оставалось еще сантиметров 20-25. То есть высота кабины здесь сделана по максимуму. Неудивительно, что на спальных полках можно устроиться очень вольготно, особенно на очень широкой нижней. У этой полки в изголовье сделан многокнопочный блок комфорта с регулированным светильником и управлением независимым утопителем. А вот у того, кто расположился на верхнем ярусе, ничего этого нет. За исключением разве что небольшого кармашка на боковине. Посмотрим, а что у нас под нижней полкой. У конкурентов там или здоровенный выдвижной бокс, или опять же выдвижной холодильник. А здесь сделаны два яруса. Сверху весьма просторный выдвижной вещевой ящик, а под ним 20-литровый холодильник, но не выдвижной, а с открывающейся дверцей. Вот так вот я его покажу, чтобы было понимание, какой у него реальный объем и как регулировать температуру. Над каждой из дверей кабины сделано по довольно глубокому карману. Большая внутренняя высота салона позволила разместить спереди над ветровым стеклом очень вместительные вещевые ящики. Их здесь три, а под ними сделаны еще открытые вещевые полочки. Познакомимся с рабочим местом водителя. Как видим справа от сиденья два рычага. Один стояночный тормоз, второй парашют, то есть тормоз полуприцепа. Далее рулевое колесо. Оно сделано многофункциональным, то есть с клавишами управления по двум его сторонам. Те, что слева, это управление мультимедиа радиоприемником и мобильником. Сейчас я покажу их покрупнее. За ними подрулевой переключатель с управлением светом и стеклоомывателем. Ну, тут все понятно. Те кнопки на руле, что справа, это управление круиз-контролем. А вот за ними находится очень важный рычажок. С его помощью мы управляем автоматической коробкой передач. Это раз. И трехрежимным трансмиссионным тормозом, то есть ретардером. Это два. Что за клавиши справа от руля? Тут мы видим включение и блокировки межколесного дифференциала, заднего освещения и коробки отбора мощности. А ниже, слева, это клавиши управления высотой подвески. Теперь, на центральной консоли есть такой вот сенсорный монитор 10-дюймового размера. Ну, в принципе, ничего необычного. С него можно управлять, например, магнитолой, выбирая радиостанции, а можно вывести на экран подробную инструкцию Пикачу, которой, кстати, во всех деталях как раз описано, какая кнопка за что отвечает. То есть такая вот современная замена бумажному руководству по эксплуатации. Еще на этом же мониторе, к примеру, отражается регулировка настройки и интенсивности обдува. А под монитором, вот за этой неприметной крышечкой, есть, во-первых, гнездо под сим-карту для дистанционного обмена данными, а во-вторых, USB-порт. Кстати, насколько я понял, единственный на всей обширной передней панели. Потом, на центральной консоли одна под другой сделаны две небольшие вертикальные ниши, вот они, куда можно поставить, скажем, мобильный телефон. Есть прикуриватель, который, в принципе, можно использовать для зарядки гаджетов, и есть вот такая небольшая выдвижная вещевая полочка под всякую мелочевку. А в правой части передней панели скрывается небольшой сюрприз. Что именно, поднимаем крышечку, а под ней обнаруживается раскладной столик. Очень удобно, если нужно, к примеру, заполнить какие-нибудь документы. Но это еще не все сюрпризы. Сидушку правого сидения, оказывается, можно таким вот образом поднять. По крайней мере, свободный проход к правой двери водителю обеспечен. Регулировка рулевой колонки. Вот тут снизу, под левой ногой, есть, как бы ее назвать, то ли кнопка, то ли педалька. Нажимаем на нее ступней и можем регулировать руль, вот так, по углу наклона, как видим, немаленький диапазон, и вот так, по вылету. Сейчас я немного сменю ракурс, чтобы было лучше видно, насколько здесь большой угол регулировки. Теперь водительское сидение, оно на пневмоподвеске, с полировочных позиций, аж 13. Хочу сказать, что когда я выложил предыдущий обзор про китайский магистральник, многие с такой подколкой интересовались, а насколько он по своему техническому устройству соответствует ушедшим с рынка европейцам. Ну вот смотрите, у этого шахмана, как я уже говорил, коробка-автомат, причем траксон от компании ZF. Маломощные движки по две с половиной сотни сил на китайских тяжелых грузовиках давно остались в прошлом. Здесь почти полтысячи лошадей. Кабина максимально просторная, с интерьером, из хороших материалов и с хорошим качеством, с автономным отопителем. Задняя подвеска пневматической системы электронного управления. Здесь полный электропакет и полный пакет всех необходимых систем безопасности. Даже есть круговой обзор. Когда сдаешь задним ходом, на монитор выводится вид машины сверху и можно контролировать все окружающее пространство. Потом, вот я беру техническое описание, читаю. Системы антиблокировочные, антипробуксовочные, курсовой устойчивости, распределения тормозных усилий. Адаптивный круиз-контроль, система контроля давления в шинах, система контроля за полосой, датчик дождя, датчик света, система предупреждения о столкновении. Здесь есть подогрев топливого заборника и топливного фильтра. Даже колесные диски и те легкосплавные. Другими словами, чего здесь нет из того, что есть у европейцев? От себя могу только пожелать разработчикам не поскупиться на копеечные USB порты и сделайте хотя бы несколько штук на передней панели. И в завершение о гарантии и о цене. Гарантия на силовую линию от дистрибьютора один год или 60 тысяч километров пробега. Что касается стоимости, то на данный тягач в начале года было заявлено 9 миллионов 900 тысяч рублей. Но курс юаня ползет вверх и сейчас новые машины завозят уже по цене больше 10 миллионов. А еще, кстати, компания завозит трехосные тягачи «Шакман». Но о них как-нибудь в другой раз. И еще важная информация по теме. В своем сервисном центре в Московской области в Подольске компания «Автотранс» выполняет полный объем работ по диагностике, сервисному обслуживанию и ремонту любых неисправностей китайских грузовиков и, в частности, грузовиков «Шакман». В том числе здесь выполняют кузовной ремонт, окраску, ремонт двигателей, ходовой части, электрики, тормозной и рулевой систем, а также топливной аппаратуры, включая прочистку, ремонт и замену форсунок. Кроме того, сервисный центр устанавливает дополнительные оборудования, в том числе автономные отопители, аудиосистемы, сигнализации, рации и навигационные системы, а также выполняет гидрофикацию автомобилей. Ознакомиться с более подробной информацией и получить контакты можно на официальном сайте компании «Автотранс», который я привожу в описании этого ролика.